Девушки отдыхают Гол, друзья! Гол, потому что мне сначала показалось, что получилось у футболистов обороны ФШМ справиться с этим мячом. В частности, мне показалось, что Антон Иванов в центр на Метрогу подключает снова Егора Ильина Метрога. В стеночку с Егором сыграл партнер, и надо бить! И еще разок, блокирует этот удар защитник, и снова, снова был удар, или это была передача. Но я думаю, что сегодня-то это достижение нашей команды вполне может превзойти. Тем более, первый шаг такой быстрый уже сделан. Подача, на выходе играет Игорь Левитин, и удар еще раз кулаками. Левитин обивает из третьей попытки, друзья! Спартак забивает второй мяч! Да, сделал я паузу, не сразу судья свистнул. И Дмитрий Метрога это был. С двумя ударами Игорь Левитин справился. Первый королем там, как еще по-другому его назвать? Король левого фланга. По первым пяти минутам, проведенным им на поле. Ничего, ничего сегодня не получается у ФШРМ в атаке вообще. Один на один, может быть, сейчас выход у Спартака. И пенальти. Ну, это однозначно, конечно, да, пенальти. Сзади по ногам получил Максим Сазонов. И я думаю, что сейчас есть все шансы у Спартака увеличить преимущество до трех мячей. Здорово! В правый угол! Максим Сазонов! Поздравляю Максима! Много он сегодня раз пытался, выходил к воротам. То у него последняя передача не получалась, то выручал Левитин, то еще какие-то факторы мешали ему забить или сделать точную передачу. И все-таки добился он своего. Здорово! Андямов, кстати, вышел по правому краю. Сейчас бросает его в прорыв метрога. Надо в обыгрыш идти, в обыгрыш. Потому как пока еще не успели. Да, здорово! Ой, какой классный пип-пасс отдал сейчас Андямов на партнера. И 4-0! 4-0! Удается соорудить вышедшим на замену игрокам гол. Был это Станислав Передерий. И после передачи, кстати, классной передачи от Андямова, Стас оказался совершенно один. Им нужно завоевать место в составе. И сейчас, конечно, в некоторой степени даже... Ой, здорово, как развернулся! Это, кстати, центральный защитник. Это Егор Ильин. Пяткой подработал себе мяч. Вывел на ворота Стаса Передерий. Немножечко совсем у Стаса не получился удар. Две минуты назад классно влетел мяч после его удара в дальнюю. Но здесь угол был острее. И мимо ворот прошел мяч. Обидно, конечно. Под себя мяч сначала. И потом пяточкой себе прокинул. И, что важно, не пошел дальше в обыгрыш. Не поймал, как говорится, звезду. Гол! Есть 5-0! Не договорил я даже предложение. Потому как Спартак сделал нам Аргентину и Майку. Как я и заказывал после подачи с левого фланга. Здорово. По-моему, Стас Передерий это снова был. Сейчас точно я разберусь. Ну, все поздравляли именно его.